В Минске тысячи человек вышли на предвыборный пикет оппозиции. Меня зовут Фарида Курбангалеева, здравствуйте. Кандидаты в президенты Беларуси проводят пикеты в свою поддержку. Накануне первый митинг в Минске устроил объединенный штаб оппозиции, который поддерживает Светлану Тихановскую, супругу арестованного блогера Сергея Тихановского. По оценкам правозащитников, на акцию пришли более 7 тысяч человек. При этом за 15 минут до приезда кандидата на площади пропала мобильная связь и интернет. Во время выступления Светлана Тихановская снова повторила, что пошла на выборы, цитата, «ради мужа и любви» и озвучила основные принципы своей программы. Главные — освобождение политических и экономических заключенных, а также повторное голосование после 9 августа. Она призвала белорусов идти на выборы наблюдателями и следить за подсчетом голосов. Тихановская уверена, что если выборы будут сфальсифицированы, то народ, цитата, «поднимет себя с диванов и защитит свои голоса». Угроза для власти — это не кандидаты. Это люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении. Они хотят жить в свободной стране, где люди не будут выхватывать с улиц в автозаки и бросать их в тюрьму по надуманным причинам. Мы сегодня сюда пришли, чтобы показать нашей стране, нашим людям и всему миру, что есть люди, которые готовы голосовать, которые хотят изменить что-то в своем государстве. Верим, что это объединение поможет и нашей стране, и поможет спасти тех людей, которые сейчас независимо осуждены и сидят в тюрьме. Мы видим здесь люди всех возрастов, и взрослые, и дети, и пенсионеры. По-моему, это замечательно. Это говорит о том, что люди все хотят перемен. Все. Напомню, Тихановскую поддерживают команды снятых с гонки соперников Александра Лукашенко, арестованного банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало. К ним может присоединиться еще один кандидат — Андрей Дмитриев. Сейчас в президентской кампании участвуют пять человек. Глава государства накануне обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Так Лукашенко оценил массовые протесты, которые прошли после предвыборных арестов активистов и политиков. Всего за время кампании были задержаны около тысячи человек. Против некоторых заведены уголовные дела. Напомню, выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Протестующие в Хабаровске выходят на улицы уже 10-й день. Их примеру последовали жители и других городов Дальнего Востока. Участники акции требуют освободить Сергея Фургала, так как считают его преследование политическим. Сегодня митингующие вышли на протест, несмотря на сильный дождь. Они прошли по центральным улицам и устроили пикеты возле здания суда. Адвокат губернатора не исключил, что дело будет рассматривать суд присяжных. Между тем, участник вчерашней акции во Владивостоке получил 5 суток ареста. Антона Ресина признали виновным в неповиновении полиции. Он стал первым арестованным участником митингов в поддержку Фургала. Ресин вину не признал, а еще заявил, что силовики били его кулаком в лицо. Напомню, по версии следствия, губернатор Фургал причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в середине 2000-х годов. Сам он вину отрицает. Протестные акции в его защиту поддержал и российский музыкант Юрий Шевчук. Многие неравнодушные люди в нашей с вами стране глубоко сочувствуют событиям, происходящим сейчас в славном городе Хабаровске. Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость. Ой, добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один. В Москве и Санкт-Петербурге задержали участников пикетов в поддержку активистки гражданского общества Милы Зимцовой. Накануне на нее составили протокол за организацию массового мероприятия без подачи уведомления. Мила была незаконно задержана. Ее удерживают без права выйти отсюда. Зимцову задержали в субботу на акции против поправок сенатора Елены Мизулиной, которые ограничивают права однополых пар и трансгендеров. Несмотря на то, что девушка освещала мероприятие, имела при себе пресс-карту, ее всю ночь держали в полиции. Завтра суд вынесет решение по ее административному делу. Напомню, поправки в семейный кодекс запретят однополым парам и людям, сменившим пол, усыновлять детей. Также будут запрещены браки между трансгендерами. Мизулина связала необходимость принятия поправок с изменением Конституции России, где теперь закоплено понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом Владимир Путин ранее уверял, что в России не было, нет и не будет нарушения прав гомосексуалов. За прошлый год Россия потратила более миллиарда рублей, это более 15 миллионов долларов, на выплату компенсаций по вердикту Европейского суда по правам человека. Деньги получили участники 1240 процессов. При этом Россия осталась должна из сам более миллиона долларов. По числу жалоб в Европейский суд по правам человека Россия занимает первое место. По данным за январь, на рассмотрение ЕСПЧ находилось около 60 тысяч обращений, и четверть из них была от россиян. Чаще всего жалобы касаются нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность, а также справедливый суд и запрет на бесчеловечное обращение. Рост исков в последнее время связан с массовой подачей жалоб на задержание на митингах и пикетах, а также условия содержания под стражей. При этом Венецианская комиссия опасается, что поправки, внесенные в Российскую Конституцию, позволят Москве не исполнять решения ЕСПЧ, так как теперь там прописана возможность не принимать во внимание вердикты международных судов, если Москва посчитает их необоснованными. Чешский центр анализа и профилактики безопасности, которым руководит знакомый арестованного журналиста Ивана Сафронова, не сотрудничал с россиянином и не передавал от него никаких отчетов властям Чехии. Об этом заявил пиар-менеджер организации. Ранее агентство ТАСС сообщало о том, что глава этого центра Мартин Лариш – кадровый сотрудник чешских спецслужб. Высказывалось предположение, что именно его дружба с Сафроновым и стала причиной слежки за россиянином, а затем и уголовного преследования. Сам Лариш утверждает, что познакомился с Сафроновым в 2012 году, когда работал в Москве корреспондентом чешской газеты. Он настаивает, что никогда не сотрудничал со спецслужбами. Напомню, Сафронова арестовали по обвинению в госизмене. По версии следствия, в 2017 году он передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Журналист вину не признает. Десятки СМИ считают, что уголовное преследование Сафронова связано с его профессиональной деятельностью. В Киеве открыли мемориал в память убитого журналиста Павла Шеремета. Ровно четыре года назад его автомобиль был подорван в центре города. Монумент представляет смятый лист бумаги с именем и фамилией журналиста. Его установили на месте, где он был убит, и неподалеку от дома, где он проживал. Президент Украины в своем телеграм-канале сегодня назвал гибель Шеремета позором для Украины и призвал найти организаторов и заказчиков преступления. Напомню, белорусский оппозиционный журналист долгие годы работал в России, а с 2014 года в Киеве. По версии следствия, его убили, чтобы дестабилизировать обстановку в Украине. В декабре полиция назвала имена трех предполагаемых исполнителей. Все они были задержаны, все трое вину отрицают. При этом многие журналисты и активисты также выражают сомнения в достоверности версии следствия. Они считают причиной убийства профессиональную деятельность Шеремета. Минобороны России заявило, что завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. В ведомстве утверждают, что сегодня из госпиталя имени Бурденко выписали вторую группу добровольцев. Результаты показывают, что у всех выработались антитела, а побочных действий или осложнений не зафиксировано. Между тем, агентство Bloomberg сообщает, что у российской элиты был доступ к препарату еще в апреле. По данным журналистов, в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек – политики и топ-менеджеры крупных предприятий. В правительстве от комментариев отказались, в Кремле также не ответили на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из сотрудников его администрации. По последним данным, в России с начала эпидемии зафиксировали более 770 тысяч случаев заболевания, более 12 тысяч человек скончались. В мире за последний день зарегистрировали 220 тысяч новых случаев ковид, а общее число заболевших превысило 14,5 миллионов человек. И это все. Следите за новостями на нашем сайте и наших аккаунтах в социальных сетях. С вами была Фареда Курбангалеева. До встречи.